неплохое начало обзора же заправки прикольный цвет да кстати у нее я думал ты снимаешь пока я стоял здесь спасибо хорошее начало обзора заправка из москвы называется fat скромное название меня конечно предупреждали что она может протечь но я не думал что до такой степени хорошо в пакете была ты как она переливает слышишь такие чернила да они должны вот так на стенке смотреться просто кайф да смотри маркер этот маркер могу тебе конечно отдать будешь таким то есть могу заполнить перчатка есть перчатка какие перчатки вообще есть но говорил какие перчатки на мою на мою а вон 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 тогда держать будешь сам и запасное перо я сделал короче говорю я вчера испачкал руки этими чернилами а вот этими да вот они фиолетовые такие ярко я короче испачкал руки руки не отмываются но как бы моешь вроде не пачкается любую вещь берешь она вся пачкается фиолетовым блядь заглачет ублюдство какое-то было вчера совсем чуть-чуть пролил сразу каким-то фиолетовым пачкается да давай на держи маркер выглядит круто когда они высохли маркер очень крутой смотри когда высох это именно когда высох он просто черный был маркер до этого значит ты маску не надел почему меня не видно это конечно не видно жаль не в реку бля нихуя ну да походу давай заливать надо заливать лей лей ты что там еще мало еще лей лей на держи сейчас улетит половины нет не знаю но по цвету уже прикольно то что чернила вроде как фиолетовые но высыхают какими-то золотыми ну да смотри смотри охуеть а здесь фиолетовая видно да да это что не знаю что это что это ужас я не знаю что это может зубы покраситься Слушай, пишут очень круто и когда высыхают, они просто начинают золотыми становиться. Они золотые или фиолетовые будут? Они будут салатовые. Слышно. 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 Выглядит впечатляюще. Сейчас потестим. Смотри, он уже на один уплывет. Он уплывет. Он уже на один уплывет. Да ладно, он предлагает тебе ничего. Пойдем тегим. Будешь? Вместо хвоста тебе хочешь? Что ты на него смотришь? Иди сюда, иди ко мне. Ты иголочку. Какая ты иголочка? Надо кайфовать. А ты фиолетовыми руками его подвасил? Это кто-то подвергал и на него кто-то подвергал. Передавай Майзу привет. Мяу-мяу-мяу. Золотая чаша. Золотая чаша. Пошли. Смотри на теги на гаражах, вот она. Custom. Я здесь спал если что. Сэр не с места вы арестованы. Что я сделал? Я же протекал на банджорском матрасе. Вы арестованы мне похуй. Прикольно, что когда он высыхает и становится золотой. Банджор, банджор. Пошли ночью поднялся этими чернилами. у Пашка было 214 км и их нету, а эти закрасить не смогли. Прошло 30 секунд. Прошло 30 секунд. Смотрите как она здесь быстро окисляется. Моментально осмотрелся. Реакция пошла. Все остальное. Вот такой тожак будет. Кислотный да? Такая наркомания. Злой болотный. Злой болотный. На руках сразу становится золотым. Злой болотный. Становится. Злой болотный. Существует. Борис. Борис. я сейчас буду делать конкретную стражину, тебе залить? да, я залить, давай. вот мы будем, может не знаю, минут через 30-40 проходить в этой области, где вот у тебя облачка поедет вот вероятность здесь есть, увидится ну давай я сам пойму я слышал, что если пару дней не пропитываешь перо, то оно как бы сохнет, но потом пропитываешь и оно снова пишется как мне чел сказал, кто делает, я сам фт еще не заливал, как раз на твоей попробую он сказал, что фт пишется нормально, но они жидкие и сильные да как будто будет фракция, которая проявляется зеленой она такая неоднократная как будто с золотом реально потапил он как будто золотом реально потапил и и и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, с делачем станешь. Короче, с рук третий день я отмыть не могу. Экспериментируем. Говорят, трансфер смывается спиртом. Это Россия, мы тут водкой умываемся. Да нет, он даже не растекается, не расползается даже от водки вообще. Зато руки теперь воняют, а алкаша, блядь. Алкаша и уси, блядь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, потестил чернила. Как так называемый жир от московского графитчика, он мне подогнал для обзора. Смешанные чувства по поводу чернил. Пишут прикольно, как бы жидкие, ну, хорошо тегают, хорошо текут. Как бы сильно пачкаются. И крутой эффект, то, что когда тегаешь, они сразу начинаются какой-то процесс окисления. И вот они становятся такими какими-то болотно-золотыми, как что-то вот таким вот по металлу, особенно если пишешь, они там буквально за пару минут выцветают. И таким золотом остаются, выглядит круто. Особенно, когда вот сам процесс тегинга делаешь, и вот этот, ну, происходит процесс окисления, прям как-то завораживает. Смотришь, думаешь, блин, кайф. Чернила недорогие, по-моему, 450 рублей за 250 грамм. Если там берешь от трех бутылок, значит, там, по-моему, 410. Ну, это где-то выходит, там, 1600-1900 за литр. В принципе, как какие-нибудь 214, те же самые. Но, во-первых, из минусов, как мне показалось, это то, что, я так понимаю, здесь использован порошок, который используют для трансферной бумаги. Это, ну, обычная копирка. Потому что здесь я гулял, вот это в Костроме я снимаю, я гулял здесь с Чилом, который занимается татуировками. И он достал маркер и потегал вот так же фиолетовой заправкой, которая окисляется, но намного меньше, как бы, покрашенной поверхности, когда он потегал. Тоже был процесс окисления золотой. Я сразу удивился, думаю, нифига, я снимаю обзор, как бы, на фиолетовые чернила такие, с таким же эффектом, а он, как бы, ну, тегает тоже при мне этим же. Я сразу начал спрашивать, что это такое, где он взял, он просто взял трансферную бумагу, мелко нарезал, залил ее коньяком и просто залил в маркер. Все как бы, уходит, тегает, ну, потому что у него после татуировок остается много этих копирок, он их нарезает, просто делает из них заправку. Единственное, что у него эти теги выгорают, там, максимум за 2-3 недели, то есть он тегает где-нибудь на доме, и этажок просто испаряется, его как бы нету, поэтому они ржутся, это еще такой тут безопасный тегинг, там, если тебя примут, можно сказать, да блин, через неделю уже ничего не будет, как бы, и все нормально, процесс, как бы, идет, как бы, он тегает, ему кайфово, ну, и ничего не испортил, по большому счету. Здесь же формула какая-то более совершенствованная, более жесткая, теги с металла выцветают, я спросил у продавца, он сказал, да, вот, еще вот в первой партии, он пока не добился эффекта, чтобы они вообще не выцветали, и говорит, что с дорожных знаков, там, за 2-3 месяца теги, да, выцветают. Но, думаю, что следующая партия уже будет такая, что они даже, ну, не будут выцветать вообще, это, как бы, ну, нормально, потому что, в принципе, можно тегать не на всяких, там, помойках, там, или за гаражами, чтобы ваши теги оставались навсегда, а тегить только в каких-нибудь, там, ну, в таких местах, где сразу бафят, или где сразу будут стирать. По поводу, вот, вот, бафа и стирания в таких местах, как бы, я видел теги в Ярославле, мои, которые пытались забафить, и ничего не получилось, потому что, рядом, вот, тегал пашок, у него были, как раз-таки, 214 маркеры, и его тажок просто перекрасили полностью, а мои тажки с этой, с этой заправки, проявлялись сквозь баф снова, поэтому, как бы, ну, в плане бафа круто. В плане стирания, если стирать эту заправку, то тоже прикольно, потому что здесь порошок вот этот, и чем больше на него попадает воды, тем больше он мажется, то есть, по большому счету, если ты делаешь тег на доме, там, какой-нибудь, ну, вы, его начинают стирать, там, мокрой тряпкой, то вокруг будет полный фарш, будет просто огромное пятно фиолетовое, которое просто долбаются стирать, это, как бы, такое, типа, ну, анти-баф, кому нравится вот это все говно, я просто не особо обращаю внимание, бафит, не бафит, теги, как бы, ну, просто все, что не могут стирать, все закрасят, я давно это понял, и мне нет смысла, ну, не имеет значения для меня, чем тегать, потому что любой текстер, он сотрут, чем бы ты там, он не тегал, хочешь теги навсегда, возьми долото, там, или скрэйч, скрэйч на стекла, здесь же, как бы, ну, если кому нравится, вот этот эффект, что, как бы, ты там такой потегал, пришли бафить, и, как бы, нифига не смогли туда, заправка, как бы, для вас, вот у меня на этой руке, фиолетовая, она уже неделя, я пытаюсь отмыть ее щетками, мылом, она не особо отмывается, от руки, она въелась, и, как бы, вот все, вот так вот, в таком, ну, в менее выраженном, это я сегодня уже испачкал, в менее выраженном, как бы, короче, когда, вот эта моя рука фиолетовая, мочится водой, она сразу начинает все пачкать, поэтому я, вот, снимал здесь хату, у меня были фиолетовые руки, там, берешь что-нибудь на кухню, посуду какую-нибудь, моешь все тарелки фиолетовые, короче, меня бесило их отмывать, я, вот, пришел к выводу, ну, если они так водой стираются, попробовать, облить тег водой на улице, вот, меня несколько раз тегал на металле, и, вот, я, ну, покажу дальше, мы поливали это просто водой с бутылки, и во что это превратилось, вот, нет, а вот, это. Смотри на хромовых гаражах Какие то проблемы с чернилами По другому да? Смотри как это впитывается с чернилами Хром съедает вину Смотри на хромовых гаражах Смотри на хромовых гаражах Там покрытие какое то было другое А здесь то это железо С хромом Покрыто Если взять тряпку Хорошенько то все смажется Что такое Что за хрень? Я не понял Подождите Сделай еще раз Покрыто После меняем От воды не фиолетовыми Дождь пойдет и будет видно Как круто Подождем Дождь пойдет Прикинь какое пятно фиолетовое будет Мясо Может плеснешь воды С этой бутылки? Давай посмотрим что будет Ради эксперимента Что то ни воды ни чернил Не жалко Сейчас кольцо Вот такого я вообще не знал Посмотри на это Собрать обратно Так что интересно По городу подпитываешь и пойдет дождь И это будет такое Да В общем да ну слушай так тут по факту походу так было. стой подожди Артур дай еще воды смотри давай эксперимент сделаем. тут была сырая заправа. смотри давай вот на сухую начать посмотрим будет ли так. да то же самое. то есть видишь это гасит хром гасит вот этот пигмент по сути добавляешь воды и весь этот пигмент стекает. и он опять потом пропадет. это точно какой-то другой поверхности. слушай может и не пропадет из-за того что сейчас мы воды дали и реакция пошла с водой скорее всего появилась вот такая хуэта. мне кажется пропадет. футажок футеносора остался. просто я представляю что реально будет если по улице такое растягивать и дождь пройдет. такое будет мясо на домах. короче надо на доме попробовать водой парить. просто прикиньте ну вот не знаю этой заправкой ты берешь растягиваешь там домой идешь по улице все и начинается ливень. будет просто огромные подтеки пятна эти фиолетовые это будут не теги грязь какая-то не читаемая. но это было на металле. металл они наверное не въедаются. может быть они потом высохнут и что-то еще какие-то очертания букв все равно будут. что я конечно сомневаюсь и но вообще если эти чернила въедаются ну в дом как бы так сказать материал и потом еще ты добавишь туда воды или пройдет дождь и это все растечется и останется там вот этим пятном. но не знаю мне это не нравится потому что ну это уже такое не граффити а какой-то грязь какая-то будет. но для фанатов вот такого дерьма конечно да конечно подходит. а так ну и только ради эффекта то что он становится вот окислением таким таким зелененько золотым вот выгорает и теги так светится это круто. но в сезон дождей как бы блин я люблю тегить по наклонным поверхностям по всякому металлу. а по металлу они пишут очень хорошо и вот из-за этого окисления выглядят круто блестят. но если это сотрется первым же дождем и превратится просто в огромные фиолетовые лужи то не знаю короче ну мне такое не в кайф. а кому нравится грязь welcome ссылочку оставлю там уже делаете выводы сами смотрите видос если чернила недорогие там с продавцом связывайтесь решайте нужны не нужны всем йоу до следующего обзора. а кстати забыл добавить я вот использовал flux обычный сквизер. разговаривал с продавцом да и заправлял местным парням маркера в помпу подходит но если пару дней не тегаешь помпа засыхает но снова пропитываешь и она снова пишет поэтому если льете помпу пишет нормально потому что чернила жидкие но нужно постоянно пользоваться чтобы он нормально нормально короче было ну будет вот такое все вот из-за этого процесса окисления у меня все такое золотое но выглядит круто мне нравится что они такие блестящие и кислота какая-то такая по металлу какому-нибудь не крашеному алюминию когда тегаешь просто в секунду выгорают теги выглядит вообще мега круто так что всем йоу кострома пока до следующего обзора